Сначала представлюсь. Меня зовут Елена Петухова. Я директор специальных проектов интернет-портала Архиру. И, собственно, смысл спецпроектов — это организация различных мероприятий, которые позволяют осветить какие-то важные и значимые вопросы архитектурной жизни и дать возможность архитекторам высказаться на них. Суть выставочного и онлайн-проекта «Италон качества» — это, на самом деле, две ключевых цели у этого проекта. Во-первых, по предложению кураторов фестиваля зодчества Никиты и Андрея Осадова, они попросили меня провести некое исследование, что такое качество в архитектуре. И я, попытавшись представить, как к этому вопросу подходить, я поняла, что есть два интересных момента. Во-первых, что каждый архитектор внутри себя, внутри своего «я», как он, какими критериями, по какой шкале оценивает качество архитектуры, которую он видит, которую он сам создает и так далее. Как с этим можно работать? Прошу прощения. То есть первая половина этого проекта была посвящена тому, собственно, на чем зиждется оценка и как она, собственно, из чего она состоит. Оценка качества архитектуры, субъективная оценка архитектора. Вторая часть — это как внутреннее может быть вынуто и представлено, вынуто и показано вовне. И здесь выставочный проект нам дал возможность сделать это в формате инсталляции арт-объектов. И есть еще один способ вынесения этого ощущения вовне — это непосредственная практическая профессиональная деятельность. То есть что еще может ярче, точнее и нагляднее показать, на основе каких критериев качества живет, мыслит и творит архитектор, чем его проекты, чем его постройки. И вот это перенесение идеалов, ценностей, ощущений вовне, в практическом формате, оно сталкивается с определенной реальностью, в которой мы живем, мы все подвержены тем ее специфическим особенностям, которые мы тоже все знаем. И что здесь происходит, каким образом эти критерии качества сталкиваются с реальностью, как они трансформируются и на самом деле на какие компромиссы и на какие уступки вынуждены идти архитекторы. Но когда я проводила интервью с архитекторами, с участниками проекта, я поняла, что они видят ситуацию немножко иначе. И проблема как таковой для многих не существует. Поэтому я предложила провести круглый стол, когда встретятся собственно практики, те архитекторы, которые согласились принять участие в нашем проекте. Существует ли эта проблема качества архитектуры, особенно в России? Знаете, как говорят, да, в России две беды – дороги и дураки. Я бы, наверное, добавила к этому еще хроническое неумение строить. Насчет умения там проектировать, вот в присутствии, собственно, наших сегодня спикеров говорить неуместно, потому что все участники проекта, эталон качества – это люди, которые проектируют качественно и строят качественно. То есть это, можно сказать, апологеты качественной архитектуры. И я на самом деле безумно благодарна, что они согласились принять участие в проекте и согласились принять участие в нашем сегодняшнем разговоре. Так вот, это постоянная данность, что дороги плохие, дураки есть, строить никто не умеет, что любой проект, который ты создашь, насколько бы интересной, грандиозной, фантастической идеи не было, насколько бы тщательно ты его не разработал, насколько бы там не подобрал тонко и правильно материалы, он все равно обречен на то, чтобы быть реализован, ну, если не качественно, ну, хотя бы хорошо. То есть хорошо, наверное, это идеальный вариант. И вот я не знаю, может быть, опять-таки я пытаюсь сейчас рассуждать со своей точки зрения, и очень надеюсь, что вы меня либо подтвердите, мои впечатления, либо опровергните. Так вот, в этой ситуации, мне кажется, должна выработаться какая-то устроечивая психологическая защита. Ну, то есть если не получится построить качественно, ну, вот не будет, вот ты вот разбейся в лепешку, ну, не получится, ни здесь, ни сейчас, ну, никак. И в этой ситуации, может быть, просто происходит какое-то нивелирование ценности, качества в архитектуре, все сводится к определенным каким-то профессиональным, определенным правилам, принципам, которые архитектор должен блюсти. А все остальное, ну, это вот, это реальность, как дороги, как дураки. Нет качественной архитектуры. И это не проблема, просто это константа. Так вот, первый вопрос, на который я бы хотела попросить всех наших участников высказаться. Как, на ваш взгляд, проблема качества архитектуры в России, она существует, она реальная? Или мы, архитектурные журналисты, ее выдумали для того, чтобы вот спровоцировать вас на интересный для нас разговор о том, что ценно, что важно и так далее. А на самом деле это просто, это просто работа. И качественная, некачественная архитектура, но это просто ваша работа. Если не сложно, давайте мы начнем с Сергея Саныча. Сергей Саныч, Скуратов. Я думаю, что та проблема, о которой сейчас очень долго говорила Лена Петухова, она, конечно, очень узкая проблема, которая решается в процессе множества проблем, которые стоят перед нашим обществом. Поэтому, если говорить о том, является ли проблема качества строительства или качества принятых решений в архитектуре, важнейшей проблемой или насущной проблемой, которая обсуждается здесь, вот под этим металлическим сводом, я думаю, что это самая незначительная проблема, потому что, ну, я считаю, что она немножко надумана, потому что все мы, начиная там с институтской скамьи и дальше в процессе своего профессионального становления, все мы учимся принимать правильные решения. И в какой-то момент мы понимаем, что мы, научившись принимать правильные решения, сталкиваемся с очень простой проблемой. Те задачи, которые нам приходится решать изначально, неправильно сформулированы, неправильно поставлены, мы получаем неправильные исходные данные, и мы ничего с этим не можем сделать. Мы понимаем, что проблема не в нас, не в нашей способности решать те или иные задачи очень хорошо, не наша способность делать очень качественные чертежи, осмысленно продумывать все до мелочей. Это не наша проблема. Мы это делаем все прекрасно, и многие архитекторы, их очень много, все это делают безукоризненно, потому что это не шибко большая наука, в общем, овладеть секретами профессионального мастерства. Средний архитектор это делает в период от 10 до 15 лет. Это не медицина. А вот в целом принятие и градостроительных решений, и вообще каких-то судьбоносных решений, реализаторами которых являются в том числе архитекторы, вот это вот основная беда. То есть я говорю о том, что архитектура не является, не входит в систему ценностей нашего общества. Она не является его одним из, я бы сказал, важнейших таких постулатов, важнейших элементов вот этого жизнеустройства. и это вот серьезная проблема. Но если копнуть глубже, то мы, в общем, в каком-то смысле можем просто развести руками, потому что, в общем, если мы будем копать глубоко-глубоко, мы, в общем, из этой ямы ничего не вытащим, потому что Россия в этом смысле просто уникальная по своей безалаберности, по своей нелюбви к своей территории, по своему неумению обустраивать свои российские пространства. Это такая ментальность, это данность. И с этим, на самом деле, что-то сложно очень делать, потому что, ну, я, честно говоря, не знаю рецептов, как научить нашу ненавидящую себя, ненавидящую друг друга, такую бессмысленную, беспощадную Россию, быть интеллигентной Европой. Не знаю. У меня нет рецептов. И единственное, что нам остается в этой ситуации, это просто превращаться в каких-то индивидуальных борцов. И, в общем, это не самая завидная роль, потому что борьба отнимает у нас силы. Вместо того, чтобы сосредоточиться действительно на каких-то интересных новых идеях или, во всяком случае, на приучении общества жить красиво, жить хорошо, жить мудро в пространствах, в квартирах, на улицах, в домах. Мы, в общем, боремся с самой страной, боремся с ее чудовищным непрофессионализмом, с ленью, с нежеланием развиваться, с нежеланием договариваться, с нежеланием говорить «да». Мы слышим вокруг «нет, нет, 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 вы не те, вы не такие, вы не с нами, вы против нас». Вот эта бесконечная агрессия, бесконечное противостояние. И это все, в общем, выражается в архитектуре, потому что архитектура не может существовать отдельно от общества. И поэтому, конечно, когда зашел вопрос о качестве, я сказал, что, в общем, стоит ли об этом говорить, о качестве, о качестве архитектуры, о качестве строительства, понимаете? Интереснее поговорить совершенно о чем-то другом. Может ли вообще архитектура вытянуть это общество из болота? И каким способом? Ну, это я уже микрофон дам другим людям. Спасибо. Как всегда, все отвечают не на твой вопрос, а на свои вопросы. Это, наверное, самое интересное. Поэтому я тоже отвечу на свой вопрос, потому что мне интересно. Вы знаете, на самом деле я вас позвала именно для того, чтобы вы говорили о том, что вам тут кажется интересным. Я с Сергеем согласен, что слушать наши высказывания профессионалам не очень интересно. Поэтому я обращаюсь не к архитекторам, а вот я вижу много молодых ребят, и как бы к ним скажу. Проблемы есть. Строить плохо, что не задумывает, качество безобразное. И у меня на работе есть мой габ, он говорит, Тимур, ну что придумывать? Ну, сразу все испоганят, изуродуют. Ну, давай попроще сделаем. И возни меньше. Это один человек. Второй у меня девушка молодая, очень талантливая. А у нее просто депрессия реально. Все, что не придумывается, все так делается, что человек просто реально депрессия. Прям настоящая. Такая вот человеческая. Это какие-то два полюса таких вот. И, конечно, оба неправильные. И я вот, как бы, вращаясь к молодым, предлагаю такой сценарий, который я сам для себя выработал. Я понимаю, что я не могу угадать заранее, что из проекта будет сделано хорошо, а что плохо. Меня, наверное, поддержат. Это загадка и чудо вообще, реально. Вот заряд я тоже показал вам. Что-то, кажется, себе простое делать ужасно, а что-то, кажется, что нереальное, делать нормально, хорошо. Это каждый раз чудо, и угадать это практически невозможно. Поэтому, если мы изначально будем все упрощать, то не будет никакого чуда. Да, придумываем что-то сложное, уродуют, это депрессия. Это наш крест. К сожалению, каждый из нас, этих трагедий назовет десятки, а может, и сотни в своей жизни. Это наш крест. Но если мы этого не будем делать, если мы не будем переживать этих трагедий, то не будет чудес. Так что я предлагаю молодым все-таки дерзать, надеяться, бороться, и не подать депрессию. Спасибо. Во-первых, если мы ставим вопрос о качестве архитектуры, то качество архитектуры складывается из двух составляющих. Это качество техническое, которое на самом деле качество проектирования, качество строительства, и качество эстетическое. Но про эстетическое качество говорить очень сложно, поскольку это вопрос предпочтений, вопрос вкусовой. Ну, правда, там, например, Архсовет Москвы пытается отсечь какие-то некачественные с эстетической точки зрения сооружения. Я не знаю, ну, это как бы, поскольку коллегиальный орган, как пример, то может быть это сравнительно объективно. Все равно, я думаю, что даже если мы опросим, например, членов Архсовета, то они не смогут, ну, не все, по крайней мере, наверняка смогут сформулировать какие-то такие вот явные вербализуемые критерии, по которым они там… Хотя, тем не менее, заключения всегда пишутся, и всегда находятся претензии к функционалу, еще к каким-то вещам. Вот, ну, в отрыве от качества эстетического, в общем, разговор о качестве архитектуры надо сужать и говорить о качестве строительства. Вот, ну, что касается качества строительства, то тут, ну, вот ты сказал вначале про дороги, да? Значит, вообще материальное качество всего, что создается в России, такое же, как дороги в среднем. Вот, ну, кстати, само высказывание немного парадоксальное, значит, проблема дураки и дороги. Проблема дураки и плохие дороги, казалось бы, да? Ну, то есть, или плохие дураки и дороги. У нас неправильные дураки и неправильные дороги. Так что ли? И качество тоже неправильное. Ну, как бы, на самом деле, может быть, в какой-то степени вот это вот дурное качество архитектуры можно возвести в некое подобие такого национального сообразия, возвращаясь к проекту, который ты когда-то тоже делал здесь. Значит, ну, даже, я не буду называть, но есть вполне, так сказать, уважаемые и талантливые архитекторы и теоретики архитектуры, которые именно этим и занимаются. Вот поэтизацией российской неустроенности, которая выражается в том числе и в архитектуре. Понятно, что, ну, вот, например, ну, то есть, такая вот архитектура западного толка, которая требует высокой точности в реализации проекта, она не подходит для этой парадигмы. То есть, тут нужно работать с соответствующим материалом. Может быть, горбыль, там, пережженный кирпич, ну, в лучшем случае, там, солома, кизяк, да, вот, спасибо. Вот, в принципе, если наша архитектура... Вот я, кстати говоря, наконец-то нашел ответ на вопрос, который не нашел тогда. Нарисовав квадратик и предложив всем самим увидеть в нем там качество, вернее, своеобразие архитектуры, так вот оно в этом, мне кажется. Как раз, возможно, ну, вот в этом недостатке технического качества выражается национальное своеобразие нашей архитектуры. Мне кажется, примерно, что этот проект Андрея, выставленный вот в галерее, вот там, с двумя кирпичами, он как раз про это. Может быть, я и ошибаюсь, но там ведь оба кирпича плохие, кривые. Илья, я правильно поняла, что ты проблемы не видишь? То есть, тебе кажется, что это, наоборот, благо? Я просто о проблеме, которую видят все, ну, они уже тут много сказали, еще скажут. Я хочу, как бы, положительную сторону. Нужно каплю меда в эту бочку дегтя добавить. Раз. Про кирпичи. Это, кстати, была идея Никиты, как всегда, точная, мудрая. Это просто такая, как бы, иллюстрация темы фестиваля без слов. Качество сейчас. То есть, мы взяли два кирпича со столетним разрывом, 1917 год, ну, или чуть раньше, из старой кладки, там, разобранного в флигеле мархи. И кирпич рядовой, такой черновой, как бы, стандартный, уже для, там, современной какой-то пристройки. Все. И вот такое наглядное сравнение без слов. Я думаю, отражает и там, и там, это, как бы, рядовая, рядовой элемент вообще такой строительной конструкции и просто отношение и качество, уровень качества в разные эпохи. На самом деле, вот я подозревал и убежден, что эта тема никого точно не оставит равнодушным. Именно поэтому мы ее сделали такой заглавной темой вот этого года. А вот у меня у самого, ну, я хотел какую-то такую позитивистскую видение этой проблемы. Во-первых, я считаю, что архитектор в рамках своего места может решать проблему вокруг себя, по крайней мере уже, ну, быть инициатором именно такого качественного результата. Вот. А я для себя каких-то три простых критерия сформулировал, как этот результат можно уже в существующих условиях, тем не менее, достичь. Первое — это сгенерировать максимально неубиваемую идею в проекте, то есть такая сильная, ясная, четкая, хорошо считываемая, там, без лишних каких-то отвлечений, неубиваемая идея, которую сложно испортить в дальнейшем процессе реализации. Второе — обсудить со всеми участниками процесса и как раз в режиме диалога показать им свою выгоду к каждому в своей сфере, которую они могут достичь, если реализовать решения, заложенные, ну, как раз там в изначальном проекте. Ну, и третье уже в качестве режиссера, дирижера оркестра в процессе реализации как бы отслеживать и тоже поощрять, вдохновлять, ну, как вот это происходит уже на моем личном опыте в процессе реализации строек, как бы воодушевлять всех участников и действительно очень мягко, идя на компромиссы, но при этом тут же отслеживая, идет ли этот компромисс на пользу, потому что я всегда, наоборот, открыт каким-то предложением встречи, но если это не идет в разрез с первоначальной идеей. Иногда идеи, предложенные в процессе реализации, наоборот, обогащают и дают что-то новое, интересное в проекте. И мягко, но непреклонно вести свою линию и добиваться уже такого в любом случае качественного, конечного результата. Наташа, может быть, хочет. Ну, тут уже много сказано и, в общем, нельзя не согласиться практически с каждым словом, вот, особенно с последними рецептами, которых мы тоже стараемся придерживаться. Архитектура и качество архитектуры, конечно, это комплексное вообще такое понятие, которое складывается из многих-многих факторов, и это ни отнюдь не, естественно, ограничивается и качеством строительства, это только лишь небольшая часть. И да, действительно, исходные данные, и вообще вопросы, то есть самое главное, это сформулировать, наверное, изначально правильные вопросы к проекту, нужно ли здесь вообще что-то строить, да, как строить, каким образом. И вот в этом, как сказал Сергей Александрович, тоже у нас большая проблема, что как раз вот комплексного архитектора, ну, как мы, правда, это субъективное мнение считаем, что мы как раз вот качественно отвечаем на все свои вопросы, а вот составляющая окружающая и исходных, и, соответственно, строителей, это вот здесь страдает. Но, тем не менее, как бы каждый должен, на мой взгляд, все-таки работать на своем месте и отвечать за свой сектор, да, понимая вот эти проблемы такой многосторонности и то, что от нас не всегда все зависит, вот, но, тем не менее, наверное, в рамках вот мы уже все здесь, уже не первый десяток лет боремся, боремся, это в прямом смысле до конца за качество и за свои постройки. И иногда, особенно на авторском надзоре, это просто наша собственная инициатива, то есть мы всегда говорим, что основное действующее лицо, которому нужно что-то получить качественно от этого проекта, это архитектор. Вот, поэтому иногда доходит до того, что там уже не пускают на стройку, да, поскольку какие-то, уже гонятся какие-то сроки, да, сдачи или какие-то решения, на которых архитектор настаивает, не всегда это удается, но, безусловно, бывают и положительные примеры, и чудеса, о которых говорил Тимур. Иногда думаешь, нарисовал, здорово нарисовал, но ведь так не сделают, о чудо, так делают, и, значит, надо рисовать, и, значит, изначально надо продумывать все до конца и досконально. И, безусловно, решения должны быть уместны, и, может быть, наша действительность накладывает этот отпечаток сразу на наши проекты. Не знаю, даже хорошо это или плохо, является ли это своеобразием, которому, вот, ребята говорят, может привести к российскому такому своеобразию, что ты знаешь, что ты должен закладывать такие решения, только такие, которые исполнимы, там, настройки, те материалы, которые реально можно здесь использовать. Когда-то это останавливает, когда-то, наоборот, это дает эффект вот такого своеобразия. И, ну, безусловно, нужно во время процесса достаточно гибко уметь реагировать и понимать, на что можно идти, на что, как бы, ни в коем случае нет. Это тоже одно из качеств такого опытного архитектора, который может проследить до конца процесс. Но, опять же, я бы с оптимизмом, то есть, да, борьба, но какие варианты? Наверное, потому, что, ну, большинство сидящих вот здесь, да, для них архитектура это важно. Для тех, кто сидит вот с этой стороны, архитектура это жизнь. И, собственно говоря, ну, мы все посвятили этому жизнь и продолжаем посвящать. И, собственно, качество это вопрос, а чему мы посвятили жизнь, как мы качественно это сделали или нет. И для меня этот вопрос стал такой достаточно серьезный, и я серьезно задумался об этом. И стал вспоминать, вот, например, вот у меня тут все студенты прекрасные, и для них качество архитектуры это хорошо закомпонованный подрамник красиво сделанный. Потом мы взрослеем, как архитекторы, придумали какой-то залихвасткий фасад, качественная штука получилась. Потом дом построили свой первый, о, качественно построили. Потом осознали, что дом это не все, и надо создать среду, то есть ткань какое-то, пространство, и вот это вот уже качественно получилось или нет, потому что дом может быть красивый, но не в том месте стоит. И вот такие размышления перевели к тому, что там для меня, например, это качество архитектуры, это, наверное, качество организации жизни в пространстве. А вопрос, как ее оценить? И, наверное, там для меня лично ответ, что качество это гармония. Найти гармонию, когда не отнять, не прибавить. И в данном случае, например, если говорить о качестве, то это гармония между тем, что ты хочешь сделать и возможности строительного комплекса или косоруких строителей и найти вот эту гармонию, это и есть качество архитектора, потому что когда я смотрю на то же заряде, на парящий мост, красивая, очень классная идея, отлит бетон криво, не как в Швейцарии, но может, это и есть гармония этого места с этим мостом, что идея полет огромной силой и при этом так сделан. Ну и это хорошо для этого места, потому что Кремль тоже не очень качественно сделан, если посмотреть, там стены в пузырях. Вот это наше такое кредо. Или, например, качество, это гармония между твоими идеями и обществом, приняла она твою идею или нет. И вот такое нахождение гармонии для меня и есть качество. А вопрос смогут сделать строительный или нет, это такой частный вопрос, большинство его научились решать. Я вообще считаю, что все качество строительного объекта, оно уже давно решено на бумаге. На стройке, когда вышли на стройку, там нечего уже делать. Там только либо они делают по бумаге, то, что вы начертили, либо нет. Все остальное уже отлукал. Для нас качество строительного исполнения не является качеством архитектуры, мы не считаем, что это правильно. То есть куча зданий очень качественно сделанных, это просто сарай или там это чучело архитектуры. Мы с Леной беседовали, мы говорим, что есть чучело птицы, есть птица. Но вот чучело, оно красивое, его все хорошо сделали, глазки красивые. Но оно чучело, неживое, глупое, тупое существо, стоящее в музее. А птичка, ну у нее там крылышки грязные, но она живая, она летает. И вообще нет такой проблемы, качество птицы это летание, не ее хвост, крылья, а именно летание. И архитектура как летание, это вот, это качество, то, что должно там быть. А я не знаю там, ну дом Мельникова, в общем, сделан из, даже сложно сказать, из чего, из мусора, в принципе, сделан. Стоит уже достаточно давно, и многие поколения тут приезжают, кланяются, на колени встают, и ничего, все нормально. За это время построено кучу зданий из совершенно более лучших материалов, более качественных, но это не архитектура. Это помещение для жизнедеятельности, там, для функции какой-то. И не думаю, что русские архитекторы должны рвать на себе волосы, и там, я не знаю, посыпать голову пеплом. Для этого достаточно съездить, посмотреть, допустим, на мост в Сарагосе, Захи Хадид. Ну, вы понимаете, Заха Хадид, это такая, в общем, величина серьезная, но ближе, чем 3 метра к предмету подходить вообще нельзя. То есть, он сделан так криво, что, я не знаю, я в Заряде еще не был, мимо проезжал, да, мост кривоватый, но в Сарагосе ребята оттопырились намного круче. Я когда увидел это, я даже не знаю, как Заха Ивановна пережила это. Недавно я был в Гуанчжоу, там стоит оперный театр. Заха как раз не пережила это. Ну, да, нет, она там, наверное, это было давно, она не от этого. Был недавно в Гуанчжоу, вот пройдемся по госпоже Хадид, оперный театр, который обошел все мировые, ну, это вообще с 20 метров можно смотреть. Я серьезно, я приехал оттуда месяц тому назад. Я когда видел фотографии, там из камня сделана 3D-решетка вентиляционная, но к ней подойти лучше не надо, то есть это просто, то есть перестаешь думать, что вообще люди что-то могут. Но, в принципе, здание-то хорошее. Ну, они постарались, они попытались, ну, и вот в следующий раз, наверное, сделают. Мы вот с Валерием были в Пусане, там купы построили, вот центр кинофестивальный. Офигительная штука. С расстоянием метров 30, офигительная штука. Через дорогу вообще просто бомба. Но когда ты подходишь, ты понимаешь, что даже корейцы ничего не смогли сделать. Ну, не ж могла я. Оно кривое, косое, линии не сходятся. А вот в Сеуле они построили по проекту Захи Ивановны, офигительно все сделано. Все подошло. Ну, дело в том, что эта архитектура предполагает какое-то новатое, то есть люди делают это в первый раз. Они все делают это в первый раз. И даже и купы делают это в первый раз. И корейцы делают это в первый раз. Они пытаются, они стараются. Ну, вот так вот. По поводу того, что надо там говорить, что качество укладки кирпича влияет на то, что, ну вот, вы знаете, я не знаю. То есть, вот есть музыка, да, и есть виртуозные музыканты, которые быстро-быстро там что-то делают на клавишах, а сидят зрители, которые любят музыку, они говорят, слушай, чем он занят, что он там делает вообще? А потом выходит другой, он, может быть, не очень ровно играет, но они плачут. Ну, потому что он вкладывает себя как бы вот в эту музыку, он музыку играет, он не ноты играет, он не кирпичи складывает ровно, он играет всю музыку сразу. И вот эти зрители, они говорят, да, это музыка. Я не могу сказать, что она качественная, она музыка, просто вот музыка. И, в принципе, если есть архитектура, она есть. Если ее нету, ее нету. А как она качественно сделана, некачественно? А для архитектора, когда рассматриваешь здание, ну, особенно, когда ты знаешь, что она в России, допустим, сделана, ты всегда как бы своего коллегу никогда не будешь говорить, вот тут он неправильно, там, криво сделал стенку. Ну, то есть, это вообще не учитывается. Ты, в принципе, знаешь, кто это сделал. Ты смотришь, что сделал архитектор, а не то, кто какую стенку, как сделал. Ты знаешь, что такое бюджет. Мы недавно там на окраине страны, в Калининграде, делали достаточно сложную геометрическую хреновину. И мы убили их всех, и пять лет там их убивали, чтобы они ее так сделали, как мы должны, как мы хотели. Мы останавливали, увольняли строителей, мы жаловались инвестору. У нас там определенный человек присоединил целую территорию, в связи с чем у нас фасады стали в два раза дороже, которые надо было покупать оттуда. И мы продолжали добиваться, чтобы они были такие. И в конце концов, мы их как бы доубивали всех. Да, это стоило нам, не знаю, что это нам стоило, но, наверное, это стоило того. По поводу качества, я лень и сказал, что есть несколько, два варианта качества. Качество – это мелкие качества, из которых состоит предмет, и качество архитектуры, такое философское понятие, что у него есть качество. Если этого качества нет, то это не архитектура, это другой предмет вообще. Ну, то есть есть качество, это определяющая архитектура. Это, наверное, дыхание пространства, жизнь пространства. Архитектура – очень простая штука, это форма и пространство, и больше ничего нет. А все остальное – это ерунда, потому что если все есть, а нет пространства или нет формы, то это уже не архитектура, это какие-то груды кирпичей, инсталляции, еще что-нибудь такое. То есть если есть предметы внутреннее пространство, внешнее и граница, то мы будем считать, что это архитектура. Если эти пространства дышат, то мы будем считать, что это архитектура. А вопрос, как они дышат, кому они дышат, кому-то дышат, кому-то нет – это уже вторая проблема чисто личная. Но архитекторы, как и все музыканты, они при всем том, что они говорят, мне не нравится, они понимают, что это Моцарт, ничего не поделаешь. Спасибо, Леон. Спасибо, Леон. Спасибо, Леон. Спасибо, Леон. И дает возможность долго думать, экспериментировать и в конце концов найти правильное решение за те деньги, которые у тебя есть. А вот когда нет времени, там можно спастись золотой краской. Ну, то есть, если ничего не получилось, просто помазал серебром и все отлично. Валерия, ты добавишь что-нибудь? Ну, попробую. После Леона достаточно сложно что-то новое сказать. Я думаю, что из наших диалогов, которые мы вели по поводу вот этого события, которое сейчас происходит, наверное, не сказано то, что вообще события и тема не об архитектуре, а на строительстве. То есть, о том, как качественно строить, а не то, что качественная архитектура, качественные здания, дороги, там еще что-то, но не про архитектуру. Если так говорить, то в городе всегда раньше, там 19-й и раньше, не все делал архитектор. Просто рядовая застройка города – это не архитектор, это достаточно много типовых проектов. Но мы сейчас подняли тему, которая заставляет обсуждать то, как качественно исполнить здание. И все говорят только об этом, как бороться с ситуацией, с бытовой ситуацией, с реальностью, там еще чем-то. Но это все не о том. И мне кажется, что это отвлекает от того, о чем нужно реально думать. И больше всего меня, Сергей, не то, что вы удивили, это, наверное, закономерно. Вы сказали, что архитектором быть – это так легко, и, естественно, 15 лет понадобится для того, чтобы быть архитектором. Согласна, наверное, да. Но для этого нужно им хотя бы хотеть быть. То есть нужно хотеть не построить качественное здание, а сделать архитектуру. Мне кажется, просто для вас так, естественно, быть в архитектуре, что вы даже не понимаете, что для кого-то это может быть сложности. Валерий, это стёб. Вы неужели не поняли? Это абсолютный стёб. Всё, тогда согласны. Архитектор учится всю жизнь и умирает неграмотным. Наивности человека, который даже не осознает какие-то сложности. Потому что он за ними. Да нет, но просто меня немножко вся в дискуссии это немножко напрягает. Потому что мы, в общем, собрались поговорить о космосе. Мы обсуждаем, как правильно устроить космос. А космос это там, либо это матрица, либо это что-то, что вообще нам не подвластно. Понимаете? Мы ведь, мы же не космонавты. Ну, птицы, космонавты. Так, мы же не архитекторы. По большей части очень редко встречаются. Мы люди. Нет, мы в первую очередь люди. Мы в первую очередь люди со своими проблемами, комплексами, талантами, навыками и так далее. Мы обучаемые люди или не обучаемые люди. Мы амбициозные, обидчивые, завистливые или добрые, или мягкие. А мягкому человеку вообще быть архитектором очень сложно. Потому что он должен превращаться тогда в абсолютное... Ну, то есть его там все будут иметь. И он никогда ничего не сможет в силу своей мягкости отстоять. И даже когда он абсолютно убежден... Бывают же мягкие родители, да, которые перегрызут глотку любому, кто посмеет там тронуть его ребенка. Он мягкий, да, но он достанет отвертку и разрежет ему голову там на три части. Независимо от того, что он мягкий, да. Но вот и мы тоже вот такие вот и мягкие, и жесткие. Отрываем головы, там, ломаем стены, да. Ну, такая история, она как бы не во всем мире существует. Вот в чем проблема. Не во всем. Совсем не во всем. Сережа, Нувель только что отказался от консерватории. Париж, Нувель. Да нет, я знаю, я только что был в Баку. Только что был в Баку, смотрел центр Гейдара Алиева. Вот, если интересно, расскажу два слова. На самом деле. Вокруг полный ужас и кошмар. Вот это вот такая, без привязки к национальности, кошмарная такая вот резная каменная архитектура. Город такой очень монохромный, весь построен из этого известняка или доломита такого желтого. И это чудовищная архитектура, просто ужасная. Хотя город, в общем, очень такой, вернее, то, что от него осталось. А вот в центре стоит такая вот гигантская скульптура, белоснежно-белая. Действительно, на расстоянии 100 метров смотрится очень хорошо. Дальше приближаешься ближе, 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 и видишь, конечно, стык между бетоном и этим агломератом, который сделан, конечно, очень грубо. Очень, ну, как бы, действительно все безруко сделано. Наверное, Заха так не задумывала. Но суть не в этом. Это все, в общем, на самом деле не страшно. Все фотографируются, гуляют, охают, ахают, там потрачены миллиарды долларов. Ты заходишь внутрь и понимаешь, что это не архитектура. Это просто гигантская скульптура. И ты это понимаешь мгновенно, потому что все, что там выставлено, и люди, которые там находятся, они совершенно не вписываются в этот интерьер. Интерьер разрушается. Как только исчезают люди, как только исчезают какие-то экспонаты, и ты остаешься в пространстве, в котором ничего, кроме, собственно, этой скульптуры нет, тогда ты ощущаешь гармонию. Как только опять появляются какие-то экспозиции, там, макеты, скульптуры, да, ты понимаешь, что все это абсолютно здесь лишнее. Это вот, и я там, в общем, мы были большой компанией, там, архитекторов было мало, но, тем не менее, я им там просто прочитал новенькую лекцию, где кончается архитектура, вернее, где кончается скульптура и начинается архитектура. Это большая, гигантская скульптура. И вот в этом ее проблема. Это проблема. Это проблема вообще Захи. Серьезная такая, на самом деле, серьезная проблема, потому что вот ее стремление все сделать как скульптуру, она, на самом деле, с точки зрения функционала, вообще оттуда вымывает архитектуру, потому что все-таки в архитектуре должна быть какая-то функция, должна быть какая-то польза, должна быть какая-то целесообразность, должны быть какие-то зоны, где ее нужно использовать. этот объект использовать нельзя. Это вот к слову, кстати, о качестве. Потому что это качество, даже не качество, это принятое решение. Вот оно так видит. И там не было ни одного человека в этом Азербайджане, который могли бы сказать Гейдару Алиеву, да, вы знаете, вы, конечно, или он же умер к этому времени, он умер, ну, значит, его сыну, да. Знаете, вы, конечно, надели себе на ласкан такую замечательную брошь, которую стоит там немеренно воспользоваться, вы не сможете, только вот ее носить. Да, понты, да, да, понты сплошные, конечно, да. Но это вот тоже к вопросу о том, что мы делаем. Потому что ведь все-таки основная миссия архитектуры это делать людям, делать их жизнь и пространство лучше, гуманнее. Для того, чтобы они сами становились немножко лучше и так далее. Нет, ну, для человека, потому что стихи. Ну, Сережа, вот я с Леной говорил, интересно вот спросить, какой-нибудь милиционер, он думает обо мне, когда я еду по дороге? Он ходит вот на работу? Или какой-то человек, который делает колбасу, он что, конкретно обо мне думает, сделать мне лично конкретно хорошую колбасу? Не знаю, не уверен. И вообще все люди, которые живут в этом городе, они думают обо мне, чтобы сделать мне хорошо, я не заметил вообще. Вот это проблема России, кстати. Вообще не заметил. И говоря о том, что все правительство во главе с президентом, они что, думают обо мне, чтобы мне было хорошо, не вижу. А какого хрена я должен о них думать, чтобы им было хорошо? Вот, Ливон, я с этого, собственно, начал. И сейчас абсолютно точно говоришь. Это вообще тяжелая проблема. Точно, да, точно, абсолютно. А вот французский булочник думает, а вот для французского булочника Французский булочник думает, чтобы сделать вкусный хлеб. Понимаешь, ему очень важно, чтобы люди, которые жили в соседних домах, радовались, и чтобы он видел их лица там. Или кто делает сыр, или кто там, да, нет. Хочу поспорить по поводу скульптуры, Сергей. Не могу сказать, про Агидара Алиева не была, но зато была в Дандаэмуне в Сеуле. Могу сказать, что снаружи смотрится качество действительно удивительное. Это редкая ситуация, когда произведение архитектуры, я все-таки так считаю, что это произведение архитектуры Дандаэмун, Захи Хадид. Нет, ну можем поспорить же, можем. Прекрасно смотрится в этом окружении. То есть окружение резко контрастирует, но центр смотрится, прямо вот сидит на месте. И я готова поспорить, что скульптура или архитектура. Да, пусть будет скульптура, но если в скульптуру внести то, что в этой скульптуре, которую архитектура могла бы нарисовать она и сделать она, все будет отлично. Все тут же смотрится правильно и замечательно. Другое дело, что не всегда удается все до мельчайшей подробности внутри сделать так, как нужно этой архитектуре. Но по большей части удается. Мало того, она самодостаточна. Ну да, музей. Вот Лебескин построил музей в Берлине. Ну, прекрасный музей снаружи, но внутри любой экспонат, любая деталь его просто портит и перестает делать его не самим собой, а чем-то лишним. Но если говорить о том, что такой музей памяти еврейских жертв, памяти Холокоста, то прекрасное здание Лебескинта, стоящее пустое, этого мало? И это не скульптура, потому что есть внутри, потому что есть пространство, и потому что оно вас впечатляет. Но единственное, оно перестает это делать, когда его захламляют всем, чем не попадет. Знаете, я все-таки скажу эту фразу, я не очень ее хотел говорить, но тем не менее, я ее скажу. Я думаю, что вся основная проблема нашей жизни в том, что мы не уважаем друг друга в России. Вот не уважаем. Не уважаем труд друг друга. Не уважаем то время, которое потрачено на создание какого-то продукта. Мы не уважаем и булочников, а рабочие, которые строят, не уважают архитекторов. А девелоперы, которые строят, не уважают тоже архитекторов. А мы не уважаем очень инженеров и так далее, и так далее. И милиционеры нас тоже не уважают, потому что, блин, мы им нужны только, чтобы деньги зарабатывать, понимаете, вот и все. А не для того, чтобы было лучше, удобнее на дорогах. И вся наша проблема именно в этом. Ну, не научились русские люди уважать друг друга. Ну, не научились, к сожалению, да. И вот Заха Хадид, она тоже, в общем, не всегда уважает тех людей, для которых она строит. Да, вот ей очень важно было выпендриться, понимаете, сделать абсолютную какую-то вещь. А как она будет дальше использоваться, как она будет жить, что там будет, ей не важно. Это точно я знаю, абсолютно. Потому что я, ну, я со своей колокольни говорю, потому что я видел, изучал все ее эскизы, смотрел, на выставки ходил, книжки эти читал и так далее, пытался понять ее, да. Но, видите, она из серии, ну, ты хочешь бери, хочешь не бери, да, хочешь читай, хочешь не читай, хочешь смотри, хочешь не смотри. Но все-таки архитектура это немножко другое. Понимаете? Ну, что-то немножко другое. В архитектуре все-таки должно быть как-то комфортно, удобно, привычно. Есть зоны архитектуры, где сознательно, как бы драматически, сценарно должно быть непривычно. Там всякие музеи, посвященные каким-то трагедиям и так далее, и так далее. Это все понятно. Но в целом, в целом, гармония все-таки подразумевает некую какую-то расслабленность и некое органическое существование, спокойное, нормальное, без надрыва в пространстве, в доме, где угодно. Вот это вот бесконечный вот этот подвиг, который уже просто ну как бы уже вот этот вот достал. Понимаете? Везде подвиг. Он это уже достал. Вот это же хочется как спокойно, нормально как-то. Как говорил Жванецкий, да, просто там пройтись, сесть и посмотреть просто и успокоиться. А когда ты ходишь вот по городу, ты не можешь успокоиться, потому что он тебя весь просто садирует. Он просто с тобой над тобой издевается. Потому что наш город, наш, Москва, да. Ну я про Москву говорю. С ним же невозможно просто жить в мире с этим городом. Он же весь не такой, весь неправильный абсолютно. И вопрос не о качестве, а просто это же портрет нашего общества, портрет нашей способности договариваться, способности уважать друг друга, слышать соседа, смотреть как-то вот не только как бы себе внутрь, а вокруг себя. Ну, в этом смысле, ну, да, такая данность, в ней живем. Пытаемся, да, да, все говорят, мы пытаемся, у нас такая, знаете, внутренняя позиция у всех. Мы пытаемся там на своей кухне быть честными. А? Нас выращивают так, да, совершенно верно. Сергей, в ответ вам вчера была интересная история у меня. Проходили дни финской архитектуры в Москве, финское посольство, конференция, посвященная образованию. Ну, большинство знает, что финны, они впереди планеты всей по поводу нового типа образования и строят потрясающие школы, детские сады, ну, то есть, это фантастика какая-то. в части гуманности отношения к детям, как к маленьким взрослым. Ну, целая философия. Два часа идет лекция, там, все проекты показываются, мы показали умную школу и так далее. И сидел представитель компании, которая занимается организацией частных школ в России. И он так все слушал, говорит, да, 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 классно, все, мне так нравится, единственное, немножко скучновато, говорит, и потом такое показывает, на телефоне фотография, а вот так-то можете сделать? А я стоял как раз финской коллейкой, она по-русски, правда, говорит, и у нее просто так глаза начали расширяться куда-то, и она покраснела. Я смотрю в телефон, а там, значит, сверху снято, с дрона, такой квартал, где-то в Подмосковье, 20-ти или 18-этажные желто-красные кирпичные дома, и внутри тесного двора построен детский садик в виде замка Барби, буквально, вот буквально, прям там такие башенки и так далее, вот, и это построено, и он так вот на полном серьезе к этой финской архитектуре, ну, а вот так-то вы можете сделать? Это то, что вы показываете, понятно. Поэтому качество соседа спрашивать надо, конечно, но спросив, надо все-таки точно понять, действительно ли мы хотим потакать общество, или мы должны его чуть-чуть все-таки воспитать общество, и качество архитектуры должно тоже отражать вот этот некий взгляд архитектора как визионера, потому что все-таки там, конечно же, там не надо на себя все одеяло перетягиваться, архитекторы, они такие молодцы, самые главные на планете и за все отвечают. Но отличительная черта архитектора, он должен видеть то, что будет созданием через пять лет, когда оно уже там нормально будет функционировать, и через пятьдесят лет, когда оно все еще будет стоять. И поэтому в самом образовании архитектора, в его воспитании, его взрослении, вот эта потребность в том, что он должен быть неким визионером, она существует. И всегда, на мой взгляд, качество архитектуры заключается и в том, как оно будет и воспитывать общество, и функционировать в обществе через, может быть, даже то время, когда уже авторов не будет. Мне кажется, это важно. Мне очень нравится, как повернулся разговор, и особенно та его часть, которая касается взаимоотношений архитекторов и общества. Складывается впечатление, что архитекторы — это какая-то особая каста. это какие-то люди, которые всегда принимают правильные решения, которые учатся всю жизнь, служат каким-то совершенно своим богам, идеалам, чтобы сделать пользу, прочности, красоту воплотить и так далее. А вот общество, несмотря на то, что Сергей Александрович призывает всех друг друга уважать, архитекторы почему-то все-таки оценивают как недостаточно образованное или достаточно просвещенное для того, чтобы понять вот эту вот систему ценностей, которую архитекторы исповедуют и которые, в общем-то, на самом деле, общество было бы, совершенно жило бы в других условиях, не в таких вот, как Сергей Александрович сказал, что город третирует и подавляет человека, а на самом-то деле этот город создан руками и умами архитекторов, которые тоже были уверены, что они, каждое их решение правильное. Вот как нам быть? Скажите, пожалуйста, вы кто? У вас какая профессия? По образованию я архитектор. Нет, чем вы занимаетесь по жизни? Я журналист и менеджер. Отлично, значит, вы представитель СМИ. Да, я призналась в самом начале. Вот назовите мне, назовите мне, кто с народом, с обществом разговаривает об архитектуре. Назовите мне хотя бы десяток архитектурных критиков, которые еженедельно в самых главных центральных газетах пишут об архитектуре, воспитывают народ. Скажите мне. Нет, нет таких. Нету и не будет. Почему? Ну, во-первых, потому что в нашей стране запрещено говорить правду давно уже. И никто не выскажется по поводу того, что у нас, например, архитектурный совет это абсолютно бутафорский орган, который занимается там раскладочкой фасадов, колористикой и так далее. Когда на первых советах новый состав попытался, например, поспорить по поводу нужности вот этого торгового центра господина Ротенберга на на месте бани, да? Ну, вот на этом, на Кутовском проспекте, да? Другая, да. Ну, там сразу объяснили, ребят, типа, это не вашего собачьего умодела. Вы занимаетесь красивыми фасадами и так далее? Вот, это про то, в каких рамках работает архитектор в нашей стране. Попробуйте, попробуйте что-нибудь сказать против инновации. у вас завтра в Москве не станет ни одного заказа, вообще ни одного. Не будете работать в Москве, будете работать в других городах и так далее. Я просто знаю людей конкретных, которые пытались что-то сказать, им просто позвонили и сказали, завтра у вас не будет ни одного заказа в Москве. Вот как мы в таких условиях можем говорить о создании качественного продукта, когда делами, которые должны заниматься профессионалы, занимаются непрофессионалы. журналисты, которые должны писать об архитектуре, они не пишут. Люди, которые должны знать о том, что делают представители этой профессии, конкретно, что делают. Понимаете, вот эти вот многоэтажки, там по 18, по 20 этажей придумывают не архитекторы, их придумывают девелоперы в содружестве с властью. а мы просто одеваем рубашки на них красивые или некрасивые, драные или зашитые. Понимаете? И как в этой ситуации говорить о качестве среды? Когда, например, главный архитектор, когда ему злит, а вот что с этим делать? Говорит, я не знаю, потому что это до меня было принято решение, я, в общем, как бы ответственности за это не несу. Ну, действительно, он несет ответственности. Но в тот момент, когда он становится главным архитектором, он становится лицом, который выражает на самом деле идеал профессии. Вот на него смотрят, как он себя ведет, как он общается с властью, как он общается с архитектором. Он в каком-то смысле становится такой фигурой, ну, как бы знаковой, да? Но надо сказать, тогда, знаете, это все кошмар и ужас. Не то, что ни я несу, у него не спрашивают, несет он за это ответственность или не несет. Он просто должен дать характеристику этого кошмара. Вот то, что строится сейчас вокруг Москвы, это же ужас и кошмар. Это просто, и это продолжается. И это будет продолжаться. И мы, архитекторы, с этим ничего не можем сделать. Потому что это базовая вещь. Потому что профессионала в этой стране не слушают. если он начинает слишком громко говорить, его затыкают. Очень просто, очень легко заткнуть, просто перестать давать ему заказы. Он будет заниматься графикой книжной или какой-то еще, или скульптуру будет делать, или рисунки продавать на набережных и так далее. Я об этом говорю, понимаете? Мы все находимся в страхе, в страхе, и все делегировали все свои профессиональные ответственности непрофессиональным людям. Или людям, у которых абсолютно не совпадает система ценностей с нашей системой. Но как в этой ситуации требовать от архитекторов, от нормальных архитекторов, там, ну, основная масса архитекторов не бойцы, просто нормальные люди, хорошо делающие свое дело. Как от них требовать этого качества? Как от рабочих требовать качества? Я просто знаю, все знают архитекторы, в каких условиях рабочие живут на стройках. Понимаете, вот упал рабочий в котлован, погиб, да, значит, ему там собирают несколько тысяч рублей и отправляют этот грох в Таджикистан, понимаете? Ну, вот как? Как в таких условиях? И они совершенно даже не выясняют, почему это произошло, как это произошло. Вы посмотрите, в каких бытовках они живут. Мне сейчас очень хорошо это все известно, потому что у меня мастерская там в садовых кварталах, и прямо буквально там в 100 метрах там стройка постоянно идет. Я вижу, я каждый день туда хожу и смотрю. Это же просто какой-то ужас и кошмар, это просто не человеческие условия. Я спрашивал, сколько они получают зарплату? Ну, как можно за эти деньги что-то хорошо делать? Как? Невозможно. У меня такое ощущение, даже вот когда вы говорили сейчас, у вас повествование все время немножко поворачивалось то одной стороной, то другой. То внешнее воздействие на архитекторов, то реакция архитекторов на это воздействие. И каждый раз мне показалось, что и то, и другое заставляло вот как бы линию фронта отступать все глубже и глубже в сторону некачества. То есть, если так, профессиональный цех проигрывает. Вы можете обвинять общество, вы можете обвинять журналистов, вы можете обвинять девелоперов и так далее. Но все происходящее есть результат последовательных шагов назад поколений за поколениями архитекторов. Сейчас, Леон, я отдам микрофон. В этом плане... Лен, извините, я только никого не обвинял. Прошу прощения, неправильно. Я неправильно выразилась. Никого не обвинял, это невозможно. Я не свидетель, то есть я не обвинитель, не прокурор. Я просто рассказываю свое впечатление от того, что меня окружает. Я давно живу во внутренней оппозиции. Давно. Понимаете? И мне очень многое не нравится. Но это не значит, что я работаю спустя рукава. Я... Нет. Мы не обсуждаем меня вообще. Мы не обсуждаем мою работу. А я не обсуждаю вашу работу. Мы пришли совершенно для другого. Я сейчас говорю именно об этой ситуации. Вы заметили, что журналисты не пишут об архитектуре и что это не является как бы предметом обсуждения в обществе и так далее. Это на самом деле действительно глобальная проблема. Но... И мне кажется, что она отчасти продиктована тем, что сами архитекторы не могут найти язык для разговора с обществом. В том числе в виде заказчиков, подрядчиков и так далее. И здесь вот мне... Я запомнила Андрей сказал эту фразу, что это элемент третий, по-моему, третий принцип, о котором ты говорил, что надо работать. Вот ты когда придумал идею, я не буду тебя повторять, боюсь просто перевору, мне очень понравилось, что дальше ты должен работать вот с этими людьми и убеждать, убеждать, убеждать их в своих решениях, в своей правоте, объяснять. Это некая какая-то, в общем-то, миссионерская миссия. То есть, прошу прощения за тавтологию, я правильно сказала? Как раз по взаимоотношению архитектора и общества, поскольку я уже так некоторое продолжительное время знаком с таким национальной инициативой «Живые города», это профессионалы из разных областей, но которые все вместе работают в своих областях над созданием качественного пространства. И вообще, они называют это «живое пространство». И вот как раз это очень позитивный опыт, мы в это довольно глубоко погрузились, взаимодействие. То есть, у них есть замечательные методики, они вовлекают, то есть, они прибывают в город, собирают команду такого преобразования городского пространства и вообще жизненного уклада в городе. Эта команда обязательно состоит из представителей власти, из каких-то местных предпринимателей, в нашем случае девелоперы, из каких-то активных общественных деятелей, там, может быть, активист, общественная организация и профессионалы. И вот, когда все вместе эти элементы присутствуют, есть возможность, во-первых, да, и дальше они налаживают диалог, то есть, такое конструктивное взаимодействие. Когда все присутствуют, то идеи, которые рождаются у разных членов этой команды, их гораздо легче реализовать. То есть, найти и финансы, и организационную поддержку, и реализовывать эти идеи, то есть, это такие зачатки, прототип общества 2.0, я считаю, которое, в принципе, уже ощущает какую-то свою независимость, ну, такое наглядное олицетворение независимость, это может быть растущая такая же виртуальная активность, ICO, может быть, кто-то слышал, это такие инициативы, как IPO, но уже в виртуальном формате, инициативы, которые собирают людей, запускаются проекты, они уже в таком межнациональном, в межправительственном пространстве, они не смотрят, не слушают, что им скажут власти, они просто собирают инициативу граждан и заряжают ее в реализацию реальных проектов и финансов в том числе, и вот это, вот, мне очень интересно присутствовать при зарождении развития вот этих таких новых общественных укладов, основанных на кооперации, координации, вот такое сотрудничество, то есть, есть ощущение, что уже вот цикл разобщенности, подавленности, какое-то, какого-то давления, он постепенно уже отходит на второй план, и появляются новые такие уже межнациональные кооперации и гораздо проще, ну и же люди договариваются напрямую друг с другом, и гораздо проще реализовывать какие-то вещи. Я, скорее всего, с Валерией относимся к тем архитекторам, про которых Сергей сказал, я в городе живу давно, но здесь ничего не строил, даже собачью конуру не успел, значит, когда я сюда приехал, это было давно, я понял, что этот город меня не любит. У нас был один опыт с инвестором, мы зашли через заднюю дверь с какой-то кучей денег, инвестор выделил деньги на взятки в мэрии, чтобы этот проект был осуществлен, и человек, который взял деньги, он сказал, что он должен показать это Юрию Михайловичу, но когда я привез макет, он сказал, это я показывать не буду, деньги забирай и уходи отсюда, то есть никогда. Пришла новая власть, и мы все равно ничего не строим. Мы строим в Калининграде, на Камчатке, мы строим везде, кроме этого города. И я не понимаю, почему я его должен любить, если он меня не так сильно любит. Это так просто. Почему я должен пойти к этому обществу? Что я такого должен для него сделать? Я не думаю, чтобы Бетхойн выходил на улицу и спрашивал, ребята, какие ноты мне надо использовать, чтобы вам было весело оставшиеся там 300-400 лет. Господин Бродский сказал, что я не буду разговаривать на языке народа, это вульгарный язык, я поэт, я не могу разговаривать на их языке, потому что, ну я не буду называть, как это все выглядело. То есть, если, еще раз я говорю, у архитекторов, вот то, что я от Андрея слышу, какие-то суицидальные наклонности, ребята, мы какие-то глупые, мы пойдем спросим у этих жителей, как хотят жить эти жители, они хотят хлеба и зрелищ, они всегда хотят хлеба и зрелищ и больше никогда ничего не хотят. И только 1, 2, 0,2% ходят и смотрят тупые фильмы Тарковского, они смотрят в этот экран и хотят понять, что же он там повесил. А все остальные смотрят Звездные войны. Касса находится с другой стороны. Ребята, я не хочу ходить к тем людям в ту кассу и спрашивать, что бы мне для вас такого сделать, чтобы вам было хорошо. Да хрен с ними, пусть они там стоят, для них уже все сделано. Давайте я для себя сделаю хорошо, если я хороший человек, то наверное когда-нибудь кому-нибудь тоже будет хорошо. Это как в Немино. Проблема простая. Если мы относимся к архитектуре как к искусству, то в это искусство заходят люди, которые считают, что они художники. Если они не относятся к этому как к искусству, а относятся к этому как к бизнесу, еще к чему-то, окей, это тоже постановка вопроса. у нас были журналисты, был такой журнал проект Россия, теперь они раскладывают плитку в городе. Эти люди, которые писали нам какая должна быть архитектура, тот же самый Григорий Сакочко, они раскладывают плитку в городе, они мне рисуют пешеходные переходы. С какого бодуна, блин, они вдруг стали у нас архитекторами и проектируют города. Может, это делают какие-то студенты, а они зарабатывают на этом деньги. Ребята, что-то стало скучно писать про архитектуру, она что, нахренилась, все кончилось что ли? Она такая хорошая, что больше про нее не надо писать, она такая плохая, что про нее уже не надо писать. Что это вы все бросили и начали гранитом заниматься? Да, Лена, все журналисты большей частью разбежались туда, где какие-то деньги. Судя по всему, журналистика об архитектуре денег не приносит. Судя по всему, архитектура тоже не приносит деньги. То есть, судя по всему, все занимаются только тем, что приносит деньги. Ну давайте тогда скажем, ребята, у нас вот главные это бабки, мы хотим зарабатывать деньги, у нас даже правительство только этим и занимается, оно ничем другим не занимается, только где у кого стырит деньги, у того, где вот эти идут, там смотрят звездные войны, а пока они смотрят звездные войны, они укладывают им гранитную плитку за их же деньги. Вот чем занимается все это общество. В конце концов, почему я должен как архитектор войти и пытаться их всех убалтывать, ребята, давайте сделаем что-нибудь хорошее, может быть вы дадите мне три рубля, я буду очень сильно стараться, я всю жизнь положил на эту архитектуру, дайте мне хотя бы рубль, пошли вы все к чертовой бабушке, я найду одного идиота где-нибудь на окраинах этой долбанной страны или другой страны, я с ним договорюсь, я скажу, чувак, ты хочешь, чтобы твое имя осталось, когда ты помрешь, ты помрешь, я помру, а оно останется вон там. Он скажет, ну блин, он начинает понимать, что у него он не Абрамович, ну у него даже миллиарда нет, у него там, ну сто у него. Я говорю, слушай, дай два, и ты останешься в вечности. Он говорит, окей. Я говорю, вот на два мы все и сделаем. Ребята, а других способов нету и не только у нас. Да, в Швейцарии камни кладут ровнее, чем в России, они их всегда клали ровнее и будут класть ровнее, но когда вы приезжаете в Швейцарию, ну я не знаю, я когда туда приезжаю, у меня здесь 3-4 здания, которые я смотрю. Я не хожу по Швейцарии, говорю, какая архитектура, я говорю, как тут чисто. А архитектура вон, и вон туда надо сесть на машину и поехать. Блин, куда надо поехать? Надо поехать куда-то, в самую деревню, и вот там вдруг какая-то вот эта вот Заха Хадид, или еще какой-то фраер построил что-то, к чему я приду и буду слушать это и смотреть. Я зайду в это здание, а я не буду смотреть на красивые каменные, мраморные там любые здания в Цюрихе. Цюрих прекрасный город, да, но там нет архитектуры. Но есть что-то, что люди оставляют друг другу не деньги, не ботинки, они оставляют бессмысленные глупые вещи, литературу, музыку, поэзию. Они не оставляют ему кирпичи. На хрен ему этот кирпич? Кирпич он достанет. Они отдают им что-то такое, чего нельзя взять и кому-то отдать. Оно вообще есть. К нему можно подойти, послушать, посмотреть, погладить. Оно вообще всегда стоит где-то, всегда стоит. Оно ничего. Вот эти двое, один дал денег, другой сделал, и они оба померли. Оно стоит, и туда ходят люди, японцы долбанные, садятся на самолет, летят в Грецию, говорят, это Парфенон. Он вообще никогда там не был, сто лет тому назад ничего не слышал. Про него Парфенон развалился, весь в обломках, совершенно некачественный, функции нет, прочности нет, вообще ничего нет. Ветру я ошибся, ни функции, ни прочности, осталась только красота. И то не та, которая была. Но они все едут туда, потому что там, что-то дышит там. Дышит там, ребята, все это фигня. А по поводу журналистов, это супер, это правильно, потому что, да, действительно, все заняты плиткой. Страна занята плиткой, правительство занято плиткой. Правительство плитки – это наши налоги. И те люди, которые говорят, да, ну его нахрен, я тоже плитку, потому что, ну, папки тут. Слушайте, может быть, пока все как раз заняты плиткой, мы под шумок что-нибудь такое качественное сделаем. Вот мне кажется, надо предложить в другом. Ну, мне кажется, что это тоже вот немножко такая наша особенность. Мы говорим, что здесь вот никогда ничего и все плохо, а вот там все прекрасно. И я просто последнее время с какими-то друзьями, которые приезжают сюда в гости из других там Японии, Швейцарии и всего прочего, с удивлением для себя слышу, они говорят, а как, в принципе, изменилось за последнее время, которые уже не первый раз сюда приезжают, как изменилось, в принципе, и Москва, и, ну, там, Москва. Хорошо, Москва, но в какой-то степени Питер, но они говорят, как ни странно, о чистоте, которая их просто поражает по сравнению с остальными, как бы, мировыми городами. Я просто слышу это, ну, как бы, один раз, да, окей, но это, как бы, звучит несколько раз. И, ну, может быть, в какой-то степени наша проблема, что мы с не таким оптимизмом все-таки смотрим на нашу, как раз к нам самим и к нашей стране относимся, собственно, и поэтому и получаем эту энергетику взамен. Поэтому, а то, что роль архитектора здесь, она, в общем, не такая высокая, может быть, как везде в мире, и вот что хотелось бы, какой проблемой бы, наверное, очень хотелось бы заняться, но помимо всех остальных прикладных проблем, там, не знаю, воспитанием архитектурным, качественным воспитанием ремесла строительного, строительные отрасли, это проблемы и повышение роли архитекторов, собственно говоря, в стране. И здесь, наверное, СМИ могло бы все-таки нам как-то помочь, ну, какой бы она ни была. Мне кажется, Наталья, это вышло на очень такую интересную тему, поскольку, когда мы говорим о качестве, есть всегда такое слово «количество», которое должно перейти в качество. И периодически мы тут все тусуемся такой грустной кучкой, которая перетекает из конференции на конференцию. Там, вчера мы были там-то в посольстве, встретились, поговорили, выпили сегодня здесь, через несколько дней в Казани будем там что-то докладывать. Вот, кстати, там тоже качественная среда делается, не только в Москве. Ну, вот. А мне кажется, что, конечно, проблема в том, что не хватает по стране качественных архитекторов, в принципе. И поэтому то, что там строит мое бюро лично, я считаю, это обычная нормальная архитектура, которая в любом крупном европейском городе есть, ни больше, ни меньше. Мы не выдающиеся архитекторы с точки зрения мирового, какого-то масштаба, поскольку мы там и на вафах не завоевываем места. Мы нормальный европейский архитектор. Только нас мало очень. Вот мы тут сидим, а всего их там, ну, 100 человек на Москву, то бишь на Россию. Остальные тоже хорошие архитекторы, просто то ли не дают, как бы, не могут они подойти к проектам, то ли сотрудники у них. И, представляете, мы видим по стране вот эти вот, то, что Сергей Скуратов говорил, в Подмосковье, да, там, и в других городах вот такой какой-то достаточно страшный или, можно другое более нецензурное слово сказать, фон архитектуры. И поэтому, конечно же, нас, как архитекторов, в целом не уважают. Потому что мы не создаем продукта для страны, для общества. Оно не видит вот эти всплески нормальной архитектуры, они видят общий фон, который есть за Садовым кольцом. Как только за Садовое кольцо отходишь, уже такой средний фон не очень хороший. И здесь, на мой взгляд, в первую очередь выходит вопрос образования, что надо в большом количестве учить и воспитывать качественных архитекторов. И тогда общий уровень архитектуры начнет возрастать, и количество будет переходить в качество. Возникнет уже конкуренция не только на московском рынке, где она серьезная, а вообще на федеральном. И тогда возникает уже переход из количества в качество. Вот это, мне кажется, момент, который я лично для себя давно усвоил, поэтому я и преподаю. И тут, кстати, много студентов, которые, я надеюсь, как-то молодцы, что пришли. Зачета не будет в субботу, все равно сдаем как надо. Но в меня вселяется уверенность, что раз им это важно, посмотреть, как живет архитектура, значит, есть надежда, что в будущем будет больше хороших, нормальных, крепких архитекторов, которые будут поднимать престиж профессии. И тогда уже общество скажет, ой, да, вы архитекторы, что-то смогли сделать для нас, давайте к вам будем прислушиваться. Это нормально. Начинать надо с себя. Да, я добавлю. Да, вот на мой взгляд, наблюдая каждый год за контентом, основным содержимым в рамках конкурсных проектов, положительная динамика есть. То есть общий уровень качественно и неуклонно растет. Я надеюсь, и в количестве, и в разделе молодых архитекторов. В этом году еще замечательная экспозиция, такая сборка альтернативных образовательных институций. Это школы, такие воркшопы, мастер-классы. Все, что может образовывать архитектора до институтского, еще в детском возрасте, в институтском и постгрейдуит. И мне кажется, вот этот как раз образовательный процесс очень хорошо, динамично развивается. Архитекторы сами хотят узнавать больше информации, самообразовываться, обучать друг друга. И есть тяга, есть потребность повышать свой внутренний уровень качества и как раз потребность транслировать его уже в окружающее пространство, рассказывать и в формате популярных лекций, и в каких-то профессиональных мероприятиях. То есть действительно процесс образования, повышения качества, его трансляция идет и, надеюсь, будет только развиваться. Я хотел сказать, что я, наверное, сейчас буду возражать Ливону, но на самом деле это не возражение Ливона, потому что уже видно, что тут далеко не во всем совпадают взгляды присутствующих. Вот мои с твоими совпадают во многом. Архитектор все-таки прикладная профессия, по моему глубокому убеждению. Нет, разумеется, существует здание броши, здание украшения, которые там сильный мир из сего, будь он политик или богатый человек, может себе заказать и получить эту скульптуру, которую сделает ее автор так, как он ее видит. Но большинство зданий строится для людей, и нельзя считать людей быдлом, которому нужны только «Звездные войны» и «Макдональдс». На самом деле это вовсе не так. То есть вот если как следует и с уважением поговорить с самыми, на первый взгляд, простыми людьми, понимаете, что они не такие простые. Они тоже читали в жизни своей, многие из них, не только «Буратино» и смотрели не только на «Погоди». И на самом деле качество архитекта, в этом смысле я как раз и с Куратовым согласен, теперь же можно подальститься, раз он ушел и не слышит. Что, значит, уважение друг к другу – это один из залогов вообще здоровья в обществе, в том числе и качества архитектуры. А вот отойдите все, я гений, я вам сейчас сделаю так, как считаю нужным, это, пожалуйста, на свои деньги или на деньги того, кто даст вам рубль, у кого совпадут вкусы с вашими. Но это не определяющая часть. То есть, если мы говорим о каких-то количествах, то есть в Москве есть хорошие здания, например, но многие считают, что их мало. Чтобы их стало больше, нужен именно вот этот подход со взаимным уважением, а не соревнования чьих-то эго, людей, которые считают себя, ну там, либо гением, либо теми, кто воспринимается в архитектуре, либо еще что-то подобное. Как в Москве, что везде. А потом понятие качества эстетического, оно еще очень размыто, оно переходит в раз в другие качества. Например, вот архитектура модерна считалась верхом пошлости в то время, когда она строилась. Очень многие, так сказать, интеллектуалы того времени, очень многие здания не совсем не одобряли. Сейчас они имеют, как минимум, историческую ценность. Ну и, собственно говоря, многие отвратительные здания, появившиеся в эпоху Лужкова, если они проживут лет 50, тоже приобретут историческую ценность. И, например, я вот прекрасно помню, что в 80-е, 70-е, 80-е годы очень многие не любили сталинские высотки. То есть их просто считали тоже, в общем, кто-то верхом пошлости, кто-то символом тоталитарной системы. Сейчас мы считаем их ценными объектами в городской среде. Поэтому, ну и, кстати говоря, через это, в общем, иначе относимся и к эстетическим их параметрам. Вот, поэтому, так сказать, что такое шедевр, там, качественная архитектура в этом смысле, это очень-очень растяжимая история. А то, что считается шедевром в момент постройки, могут забыть, забросить, там, и плюнуть, и растоптать спустя, там, довольно короткое время. Вот, поэтому мне кажется, что если мы думаем, о каких-то вещах, которые можно обсуждать коллективно, гениальность бессмысленно обсуждать коллективно, то, мне кажется, надо опираться на такие вещи, как действительно уважение к людям, уважение не только друг к другу, но и к окружающим. Действительно, вот какой-нибудь человек считает, что он хороший архитектор. Каждый, кто строит, считает себя хорошим архитектором. А я, например, не считаю его хорошим архитектором. А он не считает меня. А кто-то еще не считает третьего. И так далее. Вот, это очень относительная вещь. Вот, то есть, на самом деле, единственное, что может свое оправдание сказать любой архитектор, это сказать, например, что вот, не знаю, например, в этом театре на выходе никогда не образуется давка. Вот это объективный критерий. Ну, я для примера поговорю. Но на самом деле, вот об этих вещах думать надо обязательно. Именно архитектору, а не тому, кто создает большие пространственные скульптуры. При всем уважении к этой, так сказать, стороне нашей профессии. Я добавлю тогда, к твоим словам, сто процентов согласен. И я бы сказал, что не только уважение, но и любовь. Любовь к себе, любовь к профессии, любовь к людям. Мы как-то построили там поселок эконом-класса, голландский квартал. Кто-то был в нем, кто-то нет. И я получил письмо по электронной почте. Оно такое было вот так, примерно, если его распечатать. Это молодые архитекторы, там, по-моему, лет 20 им было. Они купили там квартиру. И они мне написали такое объяснение в любви. Прям мужчина там с девушкой или с женой его. Вот, ребенок у них. Почему они там купили. Подробно разобрали, как жители. Что там хорошо. Что бы они по-другому сделали. И так далее. И прямо вот это такое было благодарственное письмо. И вот мне кажется, там, вот это и есть, там, для меня было, что, там, я и моя команда сработали качественно. Вот после этого письма, оно было уже по прошествии 3 года, как мы сдали объект. И я понял, да, окей, мы сделали качественно. Вот. Только лишь потому, что, ну, вот такое письмо было. Для меня это важно было. Ну, здесь есть, да, маленькая, но, на мой взгляд, значимая деталь. Это были архитекторы. То есть они поняли архитектуру и смогли ее оценить. Будучи уже образованными. А вот у нас несколько раз здесь всплывала тема, что восприятие обществом архитектуры и деятельности архитекторов зиждется на, в общем-то, слабой образованности и непонимании, что и почему происходит, и что и почему делается. И чаще всего в фокусе внимания общества оказывается не архитектура, потому что, ну, вот более прикладные вещи. Уже тут многократно упомянутая плитка, скамейки и так далее. То есть вот я сейчас, честно говоря, хочу, Илья, попросить взять микрофон и попробовать присоединиться к обсуждению архитектора, общества, информационного поля и значимости здесь просветительской деятельности. То, вот о чем говорил Скуратов, что не пишут ни журналисты, и сами архитекторы не пишут, и, в общем-то, и на телевидение архитекторов не приглашают. И существует профессия в каком-то информационном вакууме. Все прекрасно с точки зрения освещения событий там в недвижимости, это, ну, поскольку, опять-таки, все сводится к деньгам. А вот архитектура почему-то неинтересна, неважна, незначима. Что здесь происходит? Есть ли здесь какая-то мера ответственности самого профессионального сообщества? Или это просто наследие, опять-таки, к которому мы должны относиться как к некой данности, как к дорогам, да? Который, может быть, изменится эта ситуация, но с течением времени, путем, там, количества, переходящего в качество, там, просвещения, еще что-то. Вот как ты считаешь? Не знаю, почему ты именно меня спрашиваешь. Объясню, почему. Ну, потому что из всех присутствующих ты работаешь, иногда работаешь в той же сфере, в которой работаю и я. То есть ты сотрудничаешь, ты пишущий архитектор, а значит, ты архитектор-журналист, там, редактор и так далее. То есть это определенно тебе дает возможность посмотреть на ситуацию абстрагированно немножко со стороны. Ну, не знаю, на самом деле, дает ли это что-то, но мнение на эту тему у меня есть. Во-первых, мне кажется, это большое заблуждение, что никто ничего не пишет, не показывает. Друзья мои, кто из вас смотрит телевизор? Никто. Хорошо. Кто читает газеты? Газеты. Кто не сможет назвать мне трех-четырех блогеров, пишущих об архитектуре? Вот я смогу назвать. Я думаю, ну, что там, ну, Илья Варламов, например. Да? Что? А еще два надо найти и сказать. Просто на самом деле мы не пишем, не читаем. Мы не слушаем, не смотрим и не читаем. Второй вопрос. Кто из вас регулярно читает журналы, например, не знаю, о кино? Ну, то есть я намекаю на то, что на самом деле просто в обществе нет взаимного интереса между разными профессиональными группами. Вот если ты, я не знаю, там, электронщик, ты общаешься с электронщиками и читаешь журналы по электронике, ну и так далее. Понятно, что есть какие-то смежные интересы, типа все вместе пойти посмотреть «Звездные войны» новые. Ливон. Я очень люблю. Проблема не в том, что не пишут. То есть как бы, почему у вас нет красной икры, спрашивал Жванецкий. Нет спроса, отвечали ему. Так вот, просто на самом деле, вот я иногда, то есть я регулярно езжу в метро и иногда читаю газету в метро. Ну, прекрасную, замечательную, не очень желтую газету, на мой взгляд. Там они регулярно пишут об архитектуре, о благоустройстве. Причем, на самом деле, нет, даже были какие-то события со мной связанные, о которых писали, например, там студенческий конкурс на парк «Динамо» освещался и публиковалась работа победителя с довольно-таки толковым комментарием. Вот, то есть, в принципе, пишут и читают, и смотрят. Опять-таки, буду хвастать дальше. Вот у нас был один проект, который много раз показывали по телеку на самых разных каналах, и мне потом мои знакомые, не связанные с архитектурой, задавали по этому поводу вопроса. Вот, на самом деле, просто, значит, мы архитекторы сами по сторонам не смотрим. Это раз. И, ну, да, действительно, пишут об архитектуре мало, и пишут, ну, а то, что пишут непрофессионалы, это, может быть, и неплохо. То есть, вот я, например, как ты мне рекомендовала, пишущий архитектор, я всего несколько раз писал для неархитектурных изданий. Там есть своя специфика. Там надо уметь писать так, чтобы это реально было понятно и интересно неархитекторам. И для этого, возможно, лучше быть не архитектором, а просто, так сказать, человеком, который умеет разбираться в незнакомых вещах, то есть, хорошим журналистом. Вот, но, коротко говоря, мне кажется, что следом за взаимным уважением, если когда-нибудь появится еще и взаимный интерес, любопытство, то тогда, наверное, тоже в этом плане что-то лучше станет. А так мы такая герметичная такая секта архитекторов, при том, что, значит, принадлежность к этой секте постоянно может оспариваться. То есть, каждый говорит, бьет себя пяткой, говорит, я архитектор, а вот ты не архитектор, ты иди плитку клади. Вот, да, почему журналист Муратов кладет теперь плитку, значит, партнерство, а он вообще-то тоже архитектор по образованию. Так что, от того, что он давным-давно не работает архитектором, он не имеет права так называться? Шехтель не имел большую часть своей жизни права называться архитектором. Он был инженер. А Тадаланда был боксером. А Тадаланда, совершенно верно, был боксером. Ну, да, вот как определить, кто имеет право причислять себя к секте архитекторов, а кто нет, это очень-очень тонкий вопрос, по-моему, не имеющий однозначного ответа. Вот. А, Ливон считает, что простой. Но как бы все, кто нравится Ливона, видимо, могут. Я, да, все думают, что я любитель Захих Хадид и не любитель. Я вообще, вот в Берлине, вот мы с этой девушкой, которая там, мы на Колхофа смотрели дольше, чем на Лебискинда. Мы были поражены вообще искусством отрисовки вообще просто прямоугольника на здании. Колхоф – это традиционалист. Колхоф. Колхоф – это рэм. В принципе, я бы вообще к архитектурному сообществу обратился. У меня вот, у нас там студенты приходят наниматься на работу, там студенты сидят. Эти люди больше пяти фамилий назвать вообще не в состоянии. Они знают только те фамилии, которые прочли в газетах. Когда я говорю, там приходит человек, говорит, я вот, мне нравится там, рэм-колхоз. А я говорю, а что тебе нравится? Вот у него здание есть такое кривое, с круглым окошком. Я говорю, а как называется? А я не помню. А где находится? А я не помню. Я говорю, ну возьми карандаш, нарисуй. Он говорит, что нарисовать? Я говорю, ну план нарисуй, как здание выглядит. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Мне оно просто нравится. Я говорю, да ты представь, ты приходишь наниматься куда-то после консерватории в оркестр, и говоришь, я скрипач. Дирижер говорит, тебе кто нравится? Он говорит, ну мне Моцарт нравится, Бетховен и Бах. А он говорит, а ты еще знаешь кого-нибудь? Он говорит, ну ладно, а что ему Бетховен нравится? Ну вот там у него есть струнная такая. Он говорит, ну сыграй. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Мне просто нравится. Это архитекторы. Это архитекторы, которые пять лет учились. Они не знают, что творится в мире вообще. Вообще. Они знают только какие-то пять фамилий, которые им показывают в телевизоре. Он дальше первой пятерки вообще никого не знает. Он не знает, что делают люди, которые заменят этих людей, которых он знает. Которым сейчас 35-40. Которые уже все сделали, а эти достраивают то, что они делали, когда им было 35. Купы держатся на том, что они сделали, когда им было 35. И они только достраивают это все. А сейчас те, которые это делают, они формируют этот мир. А не те, которые достраивают. Купы – это люди уходящего поколения. И это архитекторы. А вы хотите, чтобы я пошел к каким-то людям и у них что-то спрашивал? А почему вот смотрите, архитектор – это человек, который отвечает за жизнь людей. Если его здание грохнется. Архитектор – это человек, который тратит миллионы долларов или десятки миллионов долларов на свое здание. Человеческих денег на здание, на строительство ему заказали. И давайте возьмем какого-нибудь хирурга, который делает операцию, который стоит 100 тысяч долларов. А давайте человеку. Нет, он человеку делает операцию. Он делает человеку операцию. Тот учился 5 лет, и этот учился 5 лет. И теперь хирург приходит и говорит, ребята, возьмите с улицы людей, спросим у них, как мне надо делать операцию. Может им жалко этого человека. Давайте у него спросим, тебя как резать, диагонально или крестиком? И начинаем у него спрашивать, тебе нравится, как я тебе шов зашил или не очень? Не сломать твою аналогию неаккуратно. Значит, во-первых, человек приходит к хирургу и говорит, у меня болит живот. Его на скорой помощи приводит просто. Нет, нет, а у кого-то, знаешь, сам приходит, у меня болит живот. После этого ему проводят специалисты обследования и решают, что у него конкретно болит. Но первым делом от человека пришла заявка, у меня болит живот. А потом ему говорят, слушай, мы можем тебе сделать операцию, а можем лечить вот такими вот таблетками. Выбирай. Ничего не делает хирург без согласия пациента. На минуточку. Вот. И точно так же... Ну, то есть, если он при смерти, он говорит, выбирай, давай быстро, выбирай. Да, разумеется. Даже если при смерти, вот если тут есть один врач, он подтвердит, что ничего не делает врач без согласия пациента. Или его родственников, если он без сознания. Вот. И точно так же везде. Да, действительно, люди не знают с опроматой, не знают, как должен быть устроен мост. Но они знают, что им неудобно ездить из одной точки города в другую, потому что нет дороги, нет пересечения реки в этом месте. И они, возможно, пишут в какую-нибудь администрацию, построите нам мост. Вот. Они приходят, архитектор говорит, вот здесь будет красиво, я вам здесь за ваши миллионы построю мост. Вот. Просто архитектурная профессия является прикладной, и она является социально ответственной. Вот. И даже если ты на свои деньги строишь какую-то хрень в центре города, тебе могут запретить это другие люди. Дорогие друзья, у нас, к сожалению, заканчивается время. Дорогие друзья, у нас, к сожалению, заканчивается время. Но самое главное, что я услышала, что есть определенные сложности, и проблема качества архитектуры в России во многом растет или каким-то образом связана с вообще положением архитектора в обществе, и с разночтениями, и разными точками зрения, и на роли архитектора, и на восприятие обязанностей, прав архитектора и так далее. То есть, видимо, эта тема нуждается еще в дальнейшем осмыслении, и каждый архитектор, в том числе Юлий, те самые молодые архитекторы и студенты, которые сейчас учатся и которые должны составить то количественное большинство, которое поможет изменить качественное, вот для них, я так думаю, очень важно найти ответ на этот вопрос, что именно они будут делать для общества, что именно от общества они бы хотели получить, какую реакцию или какой запрос, и каким образом вообще вот эта система может работать, чтобы приносить реальный результат. Это архитекторы-творцы или это часть системы, это, в общем-то, профессионалы, которые выполняют определенный социальный заказ. Это та проблема, которая, скорее всего, на мой взгляд, будет определять, удастся ли преодолеть сложившуюся ситуацию, когда архитектор не является авторитетом в большинстве случаев, за исключением, слава богу, вот многие, ну, фактически все, кто здесь присутствует, с этой проблемой сталкиваются, но не так часто. Вы решили ее для себя, и вы успешны именно потому, что вы ее решили. Но большинство архитекторов не смогли решить и не смогли добиться той степени авторитетности, которая позволяет преодолевать сомнения или какие-то капризы со стороны заказчика, свои собственные резоны у застройщиков, подрядчиков и так далее. То есть то, что в результате превращает хороший и очень качественный проект в не очень качественную архитектуру, которая составляет, собственно, основную часть нашей современной российской архитектуры.